Здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность. Жадность отдельных производителей и торговых сетей. Уважаемый Михаил Владимирович, абсолютно с вами согласен, что причина роста цен в России это жадность. Давайте про жадность теперь. В декабре 2017 года правительство Российской Федерации внесло поправку в 223 ФЗ, по которой разрешило госкомпаниям, госкорпорациям и естественным монополиям проводить закупки у взаимозависимых лиц, минуя конкурентные процедуры. А это на минуточку закупки на 30 триллионов рублей в год. Но самый простой подсчет показывает, что если эти закупки будут проводиться по конкурентным процедурам, мы сэкономим не менее 6 триллионов рублей в год. Вот вам и инфляция 5,5%, вот вам и 5,5% ВВП, которые бы мы могли получить. Скажите, пожалуйста, когда правительство Российской Федерации внесет предложение в Думу об отмене этой дыры, от закрытия этой дыры, нам Минфин уже два года это обещает. Вот хотелось бы услышать от вас ответ. Спасибо. Спасибо, Валерий Николаевич. Значит, первое, мы готовились, когда-то посмотрели на долю таких закупок по количеству и по сумме. Так вот, доля таких закупок 62%, а по сумме это 69%. Но что здесь очень важно? Необходимо выделить те закупки без конкурса, когда такие закупки реально встроены в технологическую цепочку производства. Это очень важный вопрос. И смотреть на материнскую компанию. И нельзя также забывать, что многие крупные компании, если не крупнейшие компании, находятся сейчас под санкциями зарубежными. Вопросы, конечно же, должны решаться прозрачным образом. И необходимо предусмотреть тогда в законе исчерпывающий перечень этих случаев, а также механизмы сертификации такой продукции. Мы готовы проработать такой вопрос. Ждем от вас предложения. Уважаемый Михаил Владимирович, нет, нужны доказывать факты экономического и социального неблагополучия в стране и сокращения населения. Мы продолжаем пожинать плоды разрушения СССР. Оно прямо противоречило мировым тенденциям интеграции. Результаты таких преступлений справляются долго. Крайне важна интеграция в рамках Еврозес. Каковы здесь ваши подходы? Во-вторых, на фоне демографических проблем мы не можем мириться с препонами в получении гражданства России соотечественниками нашими. Это не они, сами живя в СССР, вдруг сделались иностранцами. Это не их выбор. Это прямой результат государственного преступления Ельцина, Кравчука и Шушкевича. И для возвращения, именно для возвращения гражданства люди не должны проходить семь кругов ада. Здесь немало сделано нашими комитетами, Калашникова, Слуцкого, МИДом. Но давно вызвел закон о репатриации. Предлагаем разработать его вместе, силами парламентских комитетов, нашей фракции и вами. Да, правительство напрямую ответственно не за все. Пожалуйста. Спасибо. По ЕАЭС, скажу честно, мы сделали огромное усилие для того, чтобы вдохнуть, не слово новую жизнь, но точно абсолютно, идея интеграции, идея четырех свобод, которые поставлены были при создании этого союза. Это свобода передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Основные направления интеграции ЕАЭС на сегодняшний день, которые реализованы, это привлекательные условия для экспорта, в том числе для нас, что с вами важно, российских товаров и услуг. Это единая промышленная и сельскохозяйственная политика. Это единые технические регламенты, которые действуют на территории союза. Это управление миграционными потоками. И я еще раз скажу, общий рынок нашего союза это 180 миллионов потребителей. Конечно же, будущее ЕАЭС это гармонизация национального законодательства союза. И все эти вызовы мы практически в достаточно серьезном режиме обсуждаем с нашими партнерами по союзу. Вообще это все способствует продвижению инициативы нашего президента по созданию большого евразийского партнерства. Мы серьезно достаточно поработали внутри союза, упростили процедуру рассмотрения заявлений о гражданстве, собеседнии на знании языка. Это особенно для жителей Казахстана, Украины и Белоруссии. В упрощенном, кстати, порядке гражданство в том году получили более 650 тысяч человек. Это примерно на 30% больше, чем в 2019 году. Там было полмиллиона человек. То, что касается программы репатриация, о которой вы сказали, мы это активно обсуждали при встрече с фракцией. Леонид Калашников говорил, еще коллеги из КПРФ. Я поддерживаю все возможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно, скажем так, активнее возвращать наших соотечественников. Поэтому предлагаю в этом смысле рассмотреть все предложения, которые у вас есть, и мы будем только этому содействовать. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович. Мы с своей стороны, давайте, коллеги, также активизируем работу и сделаем все, чтобы в течение ближайших двух месяцев необходимые законы были приняты. Ведущие курорты мира охвачены коронавирусом. В Российской Федерации ситуация значительно лучше. В такой опасной ситуации не следует ли вообще запретить выезд за границу на отдых, чтобы наши граждане не заражались, а тратили деньги на отечественных берегах? Вы в начале выступления, в своем отчете сказали, что этот год должен стать переломным. Так давайте закроем границы и займемся нашей страной, чтобы отдых был действительно безопасный для наших граждан. Гаврил Павлович, да, понятно. Но первое, я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан, это, наверное, не совсем правильный путь. Но мало ли по каким причинам человек захочет в том числе и отдохнуть это. Второе, это снизит конкуренцию. Все-таки мы должны делать, в первую очередь, хорошие, качественные инфраструктурные объекты, гостиницы, объекты туризма, и чтобы нам захотелось туда поехать. Вы знаете, если спросить у вас, все наверняка имеют любимые точки в стране. Есть замечательные места, где мы с удовольствием проводим время, которые не ограничениями, а именно конкуренцией и тем, что там просто хорошо, дают нам возможность туда поехать. Мы, конечно же, стремимся, чтобы у нас были лучшие условия. Предстоит огромная работа. Я сказал о той собирательной работе, которую мы сделали, собрав все предложения и возможности как регионов, так и частного бизнеса. Но, конечно же, в конкурентной среде нужно создать эти условия именно конкурентно. Мы стремимся к тому, чтобы у нас каждый ребенок имел возможность отдохнуть и укрепить свое здоровье в нашей стране. Задача завоевать нашего потребителя не ограничениями, а качеством. Я очень надеюсь на то, что наш нацпроект в сфере туризма на это настроен. И, как я уже сказал, 28 апреля он был утвержден. Дело осталось за тем, чтобы все до конца реализовать. Спасибо. Спасибо, Михаил Иванович. Вы видите, в зале обсуждения пошло, инициатива. На самом деле, если бы такой разговор был, может быть, годом или двумя раньше, то гула было, наверное, намного больше. Но сейчас некоторые страны пошли по этому пути. И, в принципе, мы должны отметить, что, несмотря на проблему, связанную с ковидом, наша страна более открытая. И в этих вопросах у нас нет с вами тех ограничений, которые есть практически во всех странах Европы. Где локдаун, где комендантский час, где ограничения по въезду существуют. И, надо сказать, правительству справляются с задачей. Спасибо. Коллеги, вот мы с вами редко благодарим, но здесь присутствует у нас и руководитель Координационного совета, председатель правительства, возглавляет его в вопросах противодействия распространению ковида, начальник штаба Татьяна Алексеевна Голикова. Посмотрите, какая работа делается в ежедневном формате. И насколько все министерства вовлечены в эту работу. И Министерство здравоохранения, и другие ведомства, даже Министерство обороны со своей стороны делает все для того, чтобы плечо подставить и спасать людей. И этим мы отличаемся от других стран. Просто вот, когда все хорошо, мы не ценим. Когда, видя вот отличия, не замечаем. Всегда начинаем вспоминать, когда было лучше. Вот хорошо здесь есть те, кто вспоминает, когда было лучше в Советском Союзе. Вот Владимир Вольфович сейчас подойдет, он расскажет, как лучше было еще в имперской России. Понимаем? Понимаем. У нас есть свои вакцины, не одна. Мы в тяжелейших условиях, о чем сказал председатель правительства, упали на 3%. А посмотрите, Франция, Англия, 8-9. Что не отмечаем? Если бы это было в прошлое время, то говорили бы о пятилетке за 3 года. А сейчас мы молчим, об этом не говорим. Понятно, проблем достаточно, и уходим в тему туризма, потому что проблема. Никто не оставал в стране. Сейчас стали оставаться, столкнулись с тем, что нет ни инфструктуры, ни совести у тех, кто должен заниматься приемом гостей и заниматься отдыхом. Но это опять поправимо. Все от нас зависит. Хорошо, что вот такой разговор идет. Все знаем, вы очень подвижны в своей работе и объехали всю страну, и наверняка заметили, насколько различны уровни развития наших территорий, и насколько нищенское существование во многих сельских территориях. Низкие доходы, нет занятости, нет инфраструктуры. И это приводит к оттоку населения в крупные мегаполисы. Сельское хозяйство, вы тоже сказали, может быть локомотивом для всей страны. Одно рабочее место в селе создает от 7 до 11 в городе. Но тем не менее, программа комплексного развития села сокращена в 5 раз от паспортных данных на данный момент. Пока не заработала программа, вторая целина. Плохо работает программа очистки малых рек, хотя у нас 60% населения пьют некачественную воду именно из-за того, что идет обезводивание рек и из-за того, что заросли малые реки. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Да, действительно, по комплексному развитию сельских территорий очень востребованная программа. Встречался я когда с людьми, объезжали территорию, все говорили о ее, в том числе, эффективности. Теперь все-таки по суммам. У нас в 2020 году на это выделено 108 миллиардов рублей. Это надо смотреть по всем программам, потому что профильное министерство не должно строить, соответственно, Минсельхоз, дома или больницы или учреждения. У нас 72 миллиарда из других программ в 2020 году было предусмотрено. В 2021 году 218 миллиардов рублей. 85% из этих средств будет, соответственно, в других программах. В два раза мы увеличили. Я помню ваш наказ и разговоры, связанные с комплексным развитием сельских территорий. Что будет сделано к 2021 году, к концу? Это очень важно. У нас будет 96% сел обеспечено фельдшерскими, акушерскими пунктами. Приобретут более 1,3 тысяч мобильных комплексов медицинской помощи. 93% работников медицинских, которые прибыли на село, получат компенсацию, которая была обещана. И еще по поручению президента в ближайшие три года мы отправим на село 5 тысяч скорых машин. Большое количество будет создано новых мест в школах, там более 7 тысяч. Много будет закуплено средств инвентаря для детишек, кто на селе живет, для занятий физкультурой и много-много чего другого. В 2020 году объем производства сельхозтехники 149 миллиардов плюс 30% роста показывает, что люди все больше и больше активнее едут на село, работают. Поэтому еще раз скажу, что мы предусмотрели в других программах средства на развитие села. И я слышу, и поверьте, по приоритизации мы будем и дальше развивать это направление и помогать, в первую очередь, сделать так, чтобы люди, которые приезжают работать на селе, им было удобно, комфортно ходить в нормальные садики. Спасибо. Выступать будет Геннадий Андреевич от фракции. А вопрос по институтам развития. Их у нас десятки. Они аккумулируют сотни миллиардов рублей бюджетных средств. Степень их эффективности не всегда очевидна. А степень ответственности их менеджмента, я думаю, в этом зале, может быть, кроме тех, кто находится в президиуме, не ясна, я полагаю, толком никому. В этой связи возникает вопрос, как предполагается перестроить и предполагаются ли какие-то изменения в отношении этой системы институтов? Спасибо большое. Спасибо, Олег Васильевич. Важнейший вопрос. Мы его неоднократно обсуждали, в том числе с вашей фракцией. Значит, мы не просто этим занялись. Я сказал уже, когда Валентин Иванович и Валентин Иванович говорили о необходимости посмотреть на институты развития, мы провели системный аудит всех институтов развития. Их оказалось 42 в нашей стране. И мы сделали, что самое важное, анализ влияния их деятельности и результатов их деятельности на достижение национальных целей, которые поставлены президентом. Мы установили систему теперь показателей их работы, показателей эффективности, KPI, так называемых, и синхронизировали ее с национальными целями, с декомпозицией по годам на то, что они делают. Собственно говоря, на сегодняшний день мы будем спрашивать с институтов развития теперь именно так. Теперь что еще важного произошло? Мы существенно сократили размеры заработных плат и увязали зарплату, в том числе и премиальные доходы тех людей, кто работает в институтах развития, с результатами этой деятельности. На сегодняшний день мы в том числе сократили порядка шести, по-моему, в этом году институтов развития сокращено, около 11 передано под управление корпорацией ВЭБ. И мы разделили функции, которые были иногда смешаны. Функции федерального органа исправительной власти, функции госкомпании, функции коммерческие. Это четко разделение произошло. На сегодняшний день цель сделать институты развития эффективным инструментом достижения национальных целей. И по годам спрашивать с них очень серьезно и строго, в том числе и с соответствующими результатами, вплоть до ликвидации, в случае, если институты развития не влияют на национальные цели, либо их работа неэффективна. Уже есть хорошие результаты. У нас много сделано корпорации ВЭБ РФ. ВЭБ приступило к финансированию 21 судна на «Звезде». У нас реализуется комплекс переработки, соответственно, газовой услуги почти на 3 миллиарда рублей. В Перми, в Твери, в Новокузнецке будет обновлено где-то порядка 550 единиц подвижного состава. Делаем мы также совместные проекты с регионами по школам и много чего еще. Спасибо. Михаил Иванович, депутаты, говоря о институтах развития, вопрос поднимают зарплату в этих институтах. Правильно было бы к этому вернуться и посмотреть на него, чтобы зарплата была, если хотите, более объективная с одной стороны, а с другой соответствовала бы, может быть, и зарплате правительства Российской Федерации. Потому что, если вот кто-то считает, что правительство Российской Федерации получает много, это не так. Особенно, когда речь идет о том, сколько получают работники министерств, рядовые, но они, наверное, не менее значимые проблемы решают. А вот что касается институтов развития, там зачастую зарплаты больше, чем в любой бизнес-структуре. И хотелось бы, чтобы вот здесь тоже мы не оставались один на один, объясняя, почему, за что. Вот правительству депутаты полностью дают поддержку в этом вопросе тем, чтобы как-то по совести это было тоже оценено. И, соответственно, все эти вопросы дальше уже у нас не обсуждались. Потому что обсуждается эта тема, она не очень приятная. Уважаемый Михаил Владимирович, Коммунистическая партия Российской Федерации считает, что будущее развитие главных стран, держав в 21 веке, во многом будет зависеть от темпов научно-технологического прогресса. В первую очередь, в таких сферах, как микроэлектроника, радиоэлектроника, искусственный интеллект, биотехнологии и космический отрасль. Советский Союз благодаря ленинско-сталинской модернизации в 20 веке стал ведущей технологической державой мира. А, к сожалению, сейчас Российская Федерация все-таки уступает по темпам развития ведущим странам мира. Мы по-прежнему в большей степени зависим от экспорта сырья и продуктов его первого передела. При этом идет ток научных кадров за границу. Сотни тысяч ученых, к сожалению, не находят в себе места в нынешней модели экономики. Какие ключевые меры собирается принимать правительство для развития высокотехнологических отраслей? Спасибо. Я говорил в докладе, но вы абсолютно правильно указываете на то, что технологические прорывы, инновации на сегодня являются основным фактором развития экономики страны. Вот если взять мир, то у нас только четыре компании в мире, способные, вы спросили про микроэлектронику, создать полный цикл этих технологий. И это очень непростая история, она сжимается. Фактически центры компетенции локализуются в этих четырех странах. И без сомнения все те меры, которые мы заложили, ну скажем так, на сегодняшний день должны нас привести к тому, чтобы свои потребности максимально увеличить. Вот свою долю потребляемой продукции. Что сделано? 279 миллиардов, я сказал, в трехлетку заложено на финансирование отрасли. Это очень важно было. Потому что без копейки денег, а там серьезнейшие колоссальные инвестиции, государственные инвестиции используются всеми странами мира. Задача восстановить компанию полного цикла. Задача создать спрос и предложение на отечественную продукцию и, соответственно, выйти на рынок. Что мы делаем? Первое, мы создали в Министерстве цифровизации соответствующий департамент стимулирования спроса. Потому что мало того, что мы сделаем чип, пластину или даже какое-то устройство, прибор для учета какого-то, но стимулирование спроса – это очень важный элемент. В первую очередь, потому что конкуренция высокая. Китайцы, либо другие, Южная Корея и так далее смогут произвести такой чип при развитой системе производства базовой продукции микроэлектроники. И, простите, его просто дешевле и удобнее поставить. Вот для этого мы делаем целый цикл стимуляции отраслевого потребления продукции микроэлектроники. И на сегодняшний день сделали линейку по срокам до 2024 года того, как мы собираемся не просто производить, а стимулировать, в том числе, к потреблению как частным бизнесом, так и государственными компаниями. Линейка сложная. К 2024 году мы собираемся основные виды электронной продукции, которые потребляются у нас, сделать. Я могу примеры привести. Те же самые датчики для учета электроэнергии. Те же самые сим-карты. Очень много чего. То есть здесь все потребление, связанное с умными домами или что-то еще, должно быть сориентировано на производство отечественной продукции. Это то, чем мы системно занимаемся, и если у вас есть предложения, мы с удовольствием их рассмотрим. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Михаил Владимирович, в регионах активно строятся апартаменты. Это нежилые объекты, в отличие от жилых. К ним не предъявляются требования по теплоизоляции, инсоляции, размещению в промзонах. Это требования, которые обязательно при строительстве жилья. Отсутствует или перегружается действующая социальная инфраструктура. Может не быть школы, поликлиники. И в бюджет региона на это средства не поступают. Госдума в 2016 году еще направляла парламентский запрос председателю правительства. Тем не менее, проект по строительству многофункциональных зданий, апартаментов, значит, чередующих жилые и нежилые помещения, внесен. Проект из плана правительства внесен через сенаторов и депутата. Как вы оцениваете работу чиновников? Спасибо, Галина Петровна. Мы говорили, в том числе на встрече с фракцией вашей, при подготовке о важности этого вопроса. Конечно, необходимо легализация апартаментов, нужно с этим решить. Но здесь очень много нюансов. Вот мы готовились тоже, обсуждали, в том числе и в правительстве эти нюансы. Я согласен с вами, вопрос сложный, но он требует решения. Соответственно, у нас, кстати, было и поручение президента в 2020 году определить, соответственно, статус правовой этих апартаментов. Я все-таки предлагаю, чтобы финализировать этот вопрос, поскольку есть разные предложения, создать рабочую группу с участием депутатов Государственной Думы. И поручу это Марата Кирилловича Хуснулина на то, чтобы мы рассмотрели и выполнили. Спасибо. Мы активно работаем с социальным блоком правительства, особенно с Миноборнауки и Минпросвещения. Ценим их работу и поддерживаем многие предложения. Но у нас много вопросов к тому, как финансируется развитие человеческого потенциала, главный фактор прогресса. Хорошо, что у нас год науки, но по данным профильного комитета Госдумы, в трехлетнем бюджете доля расходов на науку, хотя незначительно, но сокращается. По данным счетной палаты, в трехлетнем бюджете доля расходов на образование снижается с 3,9% до 3,6% от ВВП. По программе «Россия-2020» должно быть 7% в два раза больше. По данным счетной палаты, в трехлетнем бюджете доля расходов на здравое охранение снижается с 3,1% до 2,9% ВВП. Международная норма 6% в два раза больше. По данным ОНФ, 86% врачей не получали зарплату, положенную им по указу от 7 мая 2012 года. Аналогичные проблемы в других областях бюджетной сферы. Вопрос, предполагает ли правительство в ближайшее время существенно увеличивать вложения в чьи... Наука и высшее образование, да. Ну, значит, первое, что будет сделано. У нас 2021 год, год науки, и расходы на 2021 год 591 миллиард рублей, то, что уже запланировано, это на 12% больше, чем предыдущий год. Приоритетное направление – это развитие той же самой радиоэлектроники, о чем я говорил, промышленности. Мы дополнительно это выделили плюсом 70 миллиардов рублей. В части высшего образования тоже более полтриллиона рублей, 540 миллиардов рублей на 2021 год выделено. Мы увеличили бюджетные места до 2024 года, и дополнительно это выделили 70 миллиардов рублей. Обновление также происходит в материально-технической базе университетской. В 2020 году это было 15 миллиардов рублей, 21-й, но только мы начали этот процесс, 10 миллиардов рублей и так далее. И хочу сказать, что мы также с 2021 года обеспечили полное финансирование подготовки студентов, это 32 миллиарда рублей ежегодно. Мы также обсуждали, когда со студентами, преподавателями, вопросы, связанные с финансированием, в том числе, науки, молодых людей, ученых, во многих университетах, в частности, крайний раз я очень много и подробно говорил об этом с нашими преподавателями, учеными в Новосибирске, говорили о необходимости закрепить такое понятие или такой статус, как молодой ученый. Это люди до 35 лет, они в буквальном смысле слова рассказали о том, что их волнует, больше всего их волнует сертификаты жилищные, для того, чтобы можно было, собственно говоря, жилье получить. И на сегодняшний день все это отражено в порученческих пунктах и в работе, которые ведет правительство. Я хочу сказать, что у нас вообще национальным проектом наука и университета было создано 10 также национальных образовательных центров в 20 регионах, и, в принципе, надеюсь, что на, в том числе, обновление базы вузов мы будем продолжать выделять средства, в частности, в 2021 году в три раза больше мы выделили на это средство. Поэтому работа эта идет. Я еще раз, да, ну то, что вы привели цифры по материалам счетной палаты и так далее, если взять, например, не федеральный, а консолидированный бюджет, то доля будет расти. Мы специально смотрели на это. Здесь немножко нужно смотреть на возможности бюджета, но я еще раз скажу, этот год не показатель, потому что те самые более 5 триллионов трат при мягкой бюджетной политике, они немножко искажают картинку, которая была бы без последствий ковида. Спасибо. Как вы думаете, что необходимо предпринять правительству в самом ближайшем будущем для развития Дальневосточного федерального округа, чтобы не только остановить отток населения, но и привлечь молодых трудосвободных граждан, жить и работать на Дальнем Востоке? Основные причины оттока населения – это недостаточный уровень оплаты труда, неудовлетворенность социальной инфраструктуры, в последнее время неудовольствия граждан повышением возраста выхода на пенсию. Все-таки, что правительство конкретно планирует изменить для преодоления отставания от среднероссийских показателей по уровню и качеству жизни дальневосточников? Спасибо, Георгий Михайлович. Но первое, сразу же мы готовились, вчера с Юрием Петровичем Трутневым говорили подробно, смотрели статистику, миграционный отток снизился у нас в 4 раза по Дальнему Востоку. Это все-таки результаты. Идет приток молодых специалистов в возрасте 20-24 года, и примерно у нас несколько уже тысяч было, мы смотрели, к 2019 году притока. Это важно, мы преломили эту нехорошую тенденцию. Национальную программу развития Дальнего Востока приняли до 2024 года, и, соответственно, по ней достаточно серьезные запланированные инвестиции. Будет построено и реконструировано 106 новых детсадов, 64 школы, 459 организаций здравоохранения, 351 организация образовательных учреждений, 543 объекта культуры. Это все те самые цифры, которые запланированы для того, чтобы люди жили и работали на Дальнем Востоке в комфортных, нормальных условиях. Что еще сделано, что очень важно, это субсидировано авиаперевозок. Сейчас это 11,3 миллиарда рублей. Очень это востребовано людьми. Мы думаем, планируем, как дальше с этим быть, и как, собственно говоря, эту программу расширять. На все необходимые, конечно, ресурсы. И на сегодняшний день еще очень активно люди используют дальневосточную ипотеку. 2% воспользовались в том году где-то порядка 16 тысяч семей дальневосточников этой ипотекой. Повышены выплаты по земскому, вы знаете, учителю, по земскому доктору до 2 миллионов людей. Ой, простите, до 2 миллионов рублей. Люди благодарили, подходили вот при посещении Дальнего Востока, благодарили за это. На поддержку территории опережающего развития выделено 100 миллиардов рублей. Уже построено где-то примерно 450, отремонтировано более чем 700 социальных объектов. Поэтому я также собираюсь дальше посещать, продолжать Дальний Восток, разговаривать с людьми. Очень много было поручений, которые по результатам поездок мы дали, и продолжаем их реализовывать. Спасибо за ваши вопросы. Михаил Иванович, вот коллеги, учитывая, что у нас вопросов много, но правильно было бы, наверное, отразить эти темы в выступлениях, которые состоятся. У нас реально у правительства по ряду направлений есть хорошие подвижки. И одна из них это развитие Дальнего Востока. Здесь следует признать, что не только сократился отток населения, но вырос приток инвестиций, Михаил Иванович. И надо сказать, что вот заместитель председателя правительства Трутьев многое для этого делает. У него получилось, там территории непростые, и депутаты это отмечают. Второе направление – это сельское хозяйство. Показывает устойчивый рост, и депутаты, несмотря на свою, опять-таки, партийную принадлежность, все это отмечают. Это действительно те тенденции, которые надо поддерживать. Мы уже не говорим про направления, которые входят в особую зону полномочий. Это вопросы обороны, вопросы международных отношений. Депутаты положительно оценивают работу правительства и министров в этом направлении. А вот что касается ряд тем, которые сейчас у нас звучат и в вопросах финансов, экономики, но и робкие подвижки в сфере строительной индустрии, почему говорим о робких подвижках, потому что нужно будет посчитать итог в конце года. Наверное, вы тоже с этим согласитесь. Поэтому поддержка парламента по всем этим направлениям есть, но нам хотелось бы, чтобы и ответственность была совместная, а для этого, значит, больше должно быть погруженности у министров вместе с профильными комитетами в обсуждении этих вопросов. С тем, чтобы мы потом могли и аплодировать, и радоваться, но по итогам того, когда есть что предъявить. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!